Всем добрый вечер! Сегодня 9 августа 2024 года, пятница, город Харьков, на улице плюс 28. Сейчас солнечно, без осадков, с ветром. Долгота дня сегодня 14 часов 48 минут. Дня ночью температура будет до плюс 17 градусов, будет без осадков, ветер 4 метра в секунду, влажность 60%. Добрый вечер, дорогие друзья! Ну, как вы увидели, у нас сегодня было солнечно и жарче было, чем вчера. Так, ощутимо жарче. Сегодня у нас был обычный день. Как всегда, куча хозяйственных вопросов. И то надо, и то надо. Но потихонечку, как я уже всем говорила, привожу все в порядок. Как вы видите, у меня за спиной теперь другой фон. Я теперь пытаюсь, как говорится, все поменять. Все, что висело, пока пошло в стирку. И, ну, на какое-то время будет пока лежать на полочке. До лучших времен, мало ли что-то надо будет. Ну, как у меня получается, так я и привожу дом в порядок. Насколько это выходит. Сегодня мы собирали и урожай какой-то, и на огороде немножко ковырялись, и в доме. В общем, все вместе, как-то так совмещаем, насколько это получается. Конечно, усталость к концу дня уже сильная. Поэтому сегодня я решила немножко раньше снять. Потому что делать мне еще много надо. Если я это все сейчас начну, то тогда видео я вообще буду снимать часов в 10 вечера. Сегодня у нас вот такой вот урожай бурячков. Они разные. Видите, это совсем большой, это совсем поменьше, а это совсем маленький. Общий вес вот этих трех бурячков 285 граммов. Ну, один бурячок вы уже видели несколько дней назад. А это я сегодня вырвала с грядки. Хочу сегодня сварить суп. На борщ нужна капуста. А капуста сейчас очень дорогая. Поэтому обойдемся без нее. Также тоже с грядки выдрала морковку. Но если эти две быстро поддались, и я немножко подкопала своей лопаточкой садовой, то это росли с разных, ну, так скажем, они рядышком находились. И боделья была разная. Пыталась одну вытащить, не получается. В общем, пришлось вытаскивать вот так. Вот такая вот красавица получилась. Я так понимаю, расположены были рядом и переплелись. Общий вес морковочки 105 граммов. На суп хватит. И последний урожай, который я вам сегодня покажу, это виноградик. Андрюша снял уже последний с винограда. Больше нету гроздей. Он немножко, как вы видите, подпорченный. Мы наелись виноградом уже. Не хотим, наверное, больше. И я решила, что сварю с него варенье. Он такой еще плотный, немножко где-то зеленый. Очень хочу попробовать сварить варенье. С винограда еще такого не варила. Общий вес винограда, без учета этой мисочки, составляет 1 килограмм 410 граммов. Нормально тут. Может быть, даже что-то скушаем немножко. Но остальное на варенье. Такой виноградик красивый. Сегодня захотелось мне сварить борща. Но капусты в доме не оказалось. В магазин бежать я не захотела. Тем более, что цены на капусту, обычную, белокочанную, сейчас более 30 гривен за килограмм. Даже в некоторых случаях, в некоторых магазинах доходит до 40 гривен за килограмм. Сами понимаете, что капуста будет золотая. Но решила я сегодня сварить и без капусты. Ничего страшного не случилось. Сделала я бульон из бедрышка куриного и нескольких суповых наборов, которые остались с грудки. Вытащила, оставила остывать. Далее порезала туда картошечку, положила в бульон. Сделала я зажарку из моркови, лука, бурячка, перца болгарского и кабачка. И все это заправила томатной пастой. Все это хорошо я протушила. Морковочка и бурячок это с нашей грядки уже. Да, такие небольшие выросли. Ну, хоть какие. Все остальное покупное. Далее, после всего, когда я уже зажарку добавила в бульон, я открыла баночку фасоли. Нам когда-то давали, наверное, еще по гуманитарке. Она стояла, мы ее так не кушали, но решила открыть, насколько она будет стоять. И там какой-то нежный соус. Я его промыла на дуршлаг. Все это. И промыла, положила сюда 2 столовые ложки фасоли. И она уже фактически готова. Ее можно и так кушать. Практически под конец варки борща. Вот какая фасоль. Такая баночка. Мы ее неправильно немножко открыли, но не важно. Вот. Сюда, как я уже сказала, положила 2 столовые ложки фасоли. Остальное спрятала в морозильную камеру, расфасовав по пакетикам. Это на следующий борщ или суп, на что-нибудь. Вот так вот мы вырабатываем все. Всем приятного аппетита. Ну что, фон вы у меня на стенке увидели. Я намеренно это сделала, сменила. Осталась еще одна штора. Я ее позже вешала, поскольку не было места. Она высохнет. И я ее повешу в комнату поле для занятий с дистанционкой. Покажу вам. У меня радость. Вновь распустилась моя первая роза. Вьючка. Вот смотрите. Вновь цветочки. Правда, немножко совсем. Но все равно. И вот здесь бутончики еще есть. Вот цветочек. А вообще, конечно, она разрослась. Смотрите. Надо будет подрезать. Это не дело. Теперь продолжаем убирать во дворе. Сегодня Андрюша убрал панели, которые у нас стояли. Вот здесь вот закрывали. Спрятал их. Ну, пока нет дождей. Пока не началась осень. Ну, остались веточки, до которых у нас пока руки не доходят. Но это нужно будет убирать. Неизвестно, сколько будет за один куб газ осенью и зимой. И вообще, какая будет зима. Надо запасаться, насколько это возможно. Так что будем дальше наводить порядки. Так, ну что, пока мои гераньки не пооцветали, покажу вам красоту. Розовое, алое, белое. Ну, а здесь опять алое, там розовое. Белое у меня что-то совсем мало. Нужно больше размножать, чтобы была красота. Так, это денежное дерево алое. Вот, просто алое или столетник. Вот, а это или олень и рог, не буду утверждать. Это еще мне досталось наследие от бабушки Маши. Ну что, все я вам сегодня рассказала. Как вы видите, у нас все нормально. Забиваем себя работой. Меняем что-то в доме, насколько это возможно. Даже из того, что есть дома. В общем, что-то у меня вот единственный выход это отвлекаться той ситуацией, которая у нас вот в Харькове в данном случае и в стране. Вот. Ну, по крайней мере, это лучше, чем смотреть телевизор. Надо читать книги, надо заниматься делом. Ну, а сейчас я все вам уже рассказала. Пойдем мы сейчас поливать огород. Нужно. Как вы видели, урожай наш, хоть что-то на огороде вырастает. Но для того, чтобы было лучше, и на сентябрь, на октябрь месяц, на время сбора урожая, чтобы было уже, ну, такие хорошие морковочки, бурячки, кабачки и все остальное, нужно к этому прикладывать усилия. Ну, что, всем сегодня хорошего вечера, мирного вечера, ночи. Настраивайтесь, больше читайте, больше гуляйте и дышите свежим воздухом. Настраиваемся на хороший лад, как бы ни было тяжело. Убирайте плохие мысли и все будет хорошо. Всем пока, до завтра.